На Журавлевских склонах между улицами Маршала Бажанова и театральным спуском протянулась тихая улочка с поэтичным названием Садовая. Это было первое название с момента ее возникновения в первой половине XIX века. В 1936 году она была переименована и стала называться в честь Павла Постышева. В 1937 году она была снова переименована и стала Топорной. А после Южной. В 1950-1960 годах это была снова Садовая улица, а в 1961 году улица Чубаря. А потом снова к ней вернули историческое название и сегодня эта улица в третий раз называется Садовой. Сам власть Чубарь, под именем которого сегодня большинство харьковчан и знают эту улицу, был матерый большевик, государственный деятель, заместитель председателя, а затем председатель совнаркома в 1920-х годах. Один из организаторов голодомора в Украине. Напрямую был связан с Харьковом, долгое время он жил на улице Альминского, сейчас Максимилиановская, а работал на совнаркомовской, ныне улица Жон Мироносец. Для времени своего основания и застройки улица Садовая была элитной. В 1881 году по обеим сторонам улицы насчитывалось 13 домов. В то время она уже была мощеной, имела водопровод и освещение газовыми фонарями. На сегодняшний день на улице Садовой расположены пять памятников архитектуры. Некоторые дома отличаются оригинальностью и незаурядными художественными достоинствами. В начале улицы на углу Садовой и Театрального спуска по нечетной стороне расположен самый новый дом на улице. Он был построен в 1989-1999 годах по проекту архитекторов Горожанина и Колесникова. Насчитывает целых 11 этажей. Это обычный многоквартирный дом, громоздкое здание из белого кирпича, которое совершенно не вписывается в изящную разноцветную историческую застройку. Изначально на этом месте стоял небольшой жилой дом с торговыми лавками на первом этаже, построенный в середине 19 века по проекту неизвестного автора. Он был снесен в 1989 году во время расчистки стройплощадки под многоэтажку. На углу через дорогу также стоял жилой дом. История не сохранила его облика и авторство. На его месте была возведена пятиэтажка, которую можно видеть и сегодня. А этот дом в разное время принадлежал разным людям. Одним из последних владельцев был Иван Иванович Каразин. Общественный деятель, ботаник, сын основателя Краснокутского дендропарка и племянник Василия Назаровича Каразина, основавшего Харьковский университет. Это здание изначально было двухэтажным прямоугольной формой. Дата постройки неизвестна, предположительно в 1870-1880 годах. Впоследствии здание выросло до четырех этажей и изменило форму в плане. В последнее время здание было отреставрировано и внешне частично изменено. Убран фронтон и башенки на углах, а добавлен ряд пристроек. Нельзя сказать, что здание от этого выиграло. Теперь здесь находится гостиница, хотя был и проект создания офисного центра. За длинной оградой с большим отступом от линии застройки расположен бывший доходный дом, спроектированный в 1913 году известным харьковским архитектором Александром Ржепишевским. В те времена этот пятиэтажный дом должен был быть самым высоким на улице. Скорее всего это был один из поводов сдвинуть его вглубь квартала, тем самым визуально уменьшить и заодно освободить достаточного пространства перед окнами. Сегодня это жилой дом, он имеет статус памятника архитектуры. К 11 этажке примыкает довольно большое здание в электричном стиле с преобладанием элементов модерна. Построен в 1914 году как доходный. Имя архитектора мне, к сожалению, неизвестно. Сегодня это офисное и жилое здание, где сдаются помещения для работы и жилья. Является памятником архитектуры. Музыка. 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 А это один из самых интересных домов на улице Садовой. Архитектором принято считать Юлия Семеновича сауны. Дата постройки в начале 20 века, точнее между 1900 и 1902 годом. Дом построен в стиле североевропейского ренессанса. Простая средневековая роскошь изобилия геометрических деталей. Это тоже памятник архитектуры. Участок еще в 1860-е принадлежал некоему помещику Панасовскому. В 1870-е его владельцем стал артист императорского театра Василий Виноградов. После участок остался его вдове Анастасией Абрамовой. А затем в 1890-х перешел в собственность города. В этом бывшем жилом доме расположено охранное агентство. Одно из самых ценных здесь зданий это находящийся сейчас на реставрации за этим забором одноэтажный особняк. Построен он был в 90-е годы 19 века в очень редком для Харькова стиле северный модерн, предположительно по проекту Виктора Величко. Ценность особняка не только архитектурная, но и историческая. До революции здесь жил и работал широко известный в Харькове и далеко за его пределами профессор Степан Гаврилович Сурукчи. В 1905 году в Харьков приехал с концертом известнейший бас Федор Шалябин. В то время у него была проблема с голосовыми связками и причину не могли определить ни отечественные, ни европейские врачи. Певцу посоветовали попасть на прием к Сурукчи. Харьковский врач вылечил певца и с тех пор Степан Гаврилович и Федор Иванович стали добрыми друзьями. Певец много лет навещал Сурукчи в каждый свой приезд в Харьков. Таким образом, особняк на Садовой стал местом, где собирался весь цвет тогдашней харьковской интеллигенции. Пели Шаляпин и Вертинский. Дом Сурукчи можно описать так. Это была шикарная веранда с массивной мраморной лестницей, которая выходила во внутренний дворик, в котором некогда был прекрасный сад с тремя мраморными фонтанами, от которых остались лишь отдельные горсти воспоминаний старожилов города. На крыше дома находился малоприметный ангелочек с разбитой вазой, которая по задумке архитектора была разбитой изначально. После революции Сурукчи передал дом советской власти, а может его отобрали насильно. В дальнейшем здесь был детский сад, а затем располагалась бухгалтерия району Киевского района города Харькова. В 2004 году на боковой стене дома открыли мемориальную доску в честь Сурукчи и Шаляпина. Сейчас это здание на реконструкции, но за ним возводят элитную новостройку. Здание длительное время пребывало в запущенном состоянии, но строители, получившие разрешение на возведение дома с развлекательной инфраструктурой, взялись дом Сурукчи отреставрировать. Еще один бывший особняк на Садовой, построенный в 1903 году архитектором Харманским. Он был надстроен на один этаж в 1915 году по проекту Михаила Дашкевича и обзавелся большим классическим фронтоном. Здание является памятником архитектуры. Также на Садовой улице находится и учебное учреждение. Это Лицей искусств. Ранее это была обычная средняя школа. Построена школа была в 1936 году. Автор неизвестен. Нынешний вид несколько отличается от авторского. За годы своего существования школа как минимум утратила балкончики над входами, которые хорошо видны на старых фотографиях. Есть еще один бывший особняк на улице Садовой, который сейчас перед вами. Он был построен в 1880 году архитектором и художником Владимиром Петровским для себя. В 1885-1891 годах Петровский был харьковским губернским архитектором. Выезжая из Харькова, он дом продал. Особняк изначально был двухэтажным, а потом увеличен еще на два этажа. Это прекрасно видно на фасаде. Цвет, фигурность и аккуратность кладки отличают бывший особняк, а верх оборудован балконами. А это шестиэтажное с мансардами здание – секция, пристроенная к дому по улице Маршала Бажанова. Было построено в конце 1930-х годов по проекту предположительно Подгорного. Во дворе жилой дом, скорее всего бывший доходный, автор и даты неизвестны. Такая вот она улица Садовая – уютная улочка в самом сердце города Харькова. Садовая – уютная улочка. Садовая – уютная улочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова